здравствуйте в данном видео я хочу продемонстрировать свой топ наиболее таких выносливых вечно зеленых растений у себя на участке я отмечу 5 растений самых таких вот наиболее холодостойких жиростойких заскоустойчивых которыми с которыми у меня совершенно за эти годы и не было никаких проблем у меня не будет там первого второго третьего места я просто назову 5 растений которые у меня самые 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 ну начну конечно же с лавровишня это у меня этно стартовая у нее сортов достаточно много даже очень различных по форме листа в силе роста и прочему абсолютно неприхотливое растение ей абсолютно без разницы на любой холод естественно в разумных пределах на солнце на засуху я ее не поливаю лишь в какие-то совсем засушливые периоды могу полить сейчас она достигла более полутора метров в длину высоту точнее и в ширину совершенно неприхотливое растение абсолютно рекомендую для моего региона и соседних также могу сейчас показать и видовую видовая лавровичность нет в конечно 0 вопросов совершенно абсолютно и 8 лет даже не знаю что еще не по ней сказать абсолютно никаких проблем нет вот такой вот уже мощный ствол даже не знаю какой же обхват в общем абсолютно беспроблемное растение совершенно никаких проблем нет так далее самшит на фото у меня самшит вечно зеленый аурея маргината он у меня растет в тени поэтому не особо такой золотистый но тоже я даже не знаю что ним сказать о нем даже огневки никогда не было последние несколько лет я даже его не поливаю потому что ему хватает такой влаги атмосферной стригу для сохранения формы как видно метр есть у него даже чуть больше вообще вообще никаких абсолютно проблем у меня еще есть мелколистный золотистый сейчас вот уже покажу так вот и мелко листный золотистый я из него делаю шарик данное растение мне попалась из нашего ботсада не досталось я вот там приобрел у меня вырос в прошлом году на нем даже было две гусеницы огневки которые я только получено удалил такой классный куст тоже рекомендую это никаких проблем нету рядом тоже покажу эрику вот она у меня периодически зимой цветет она из вересковых но ей кислая земля совершенно не нужна одна из немногих исключений среди вересковых которым не нужна кислая земля кто говорит что и нужно нужно кислая земля тут сильно ошибается она растет абсолютно родной материнской почве не кислый не прекрасности как видите чувствует у меня есть розовенькая и белая на фут на данном видео у меня розовенькая белая у меня вот тоже собирается или уже цветет местами далее кизильник сам шитолистный я его стригу больше принципе нем сказать и нечего абсолютно неприхотливый не убиваемый ничем каждый год цветет плодоносит ничем не повреждается на солнце ему как-то без разницы на жару на холод на сухость на переизбыток влаги тоже ему как-то все равно он вообще это вид стелющийся но его так вот по обрезал что он теперь у меня на ножках ну и куда без магнолия грандифлоры даже крупноцветковая тоже совершенно неприхотливое растение кто бы что не говорил растет у меня без укрытий уже который год сорт альта привитая никогда не страдала не от солнца нет жары единственно засушливый период я ее все-таки иногда поливаю но иногда уже уже ее высота достигла метра где-то 70 80 вот и корневая соответственно стала больше зайду с другой стороны покажу еще рядом с ней добровищная этна вообще классные грандифлоры не понимаю почему у нас их сажают растет вообще совершенно прекрасно в частном секторе практически встречается крупные деревья которые явно имеют более там 20 лет по возрасту совершенно не прихотливая ну и мне нравится тем то что у нее сила роста поменьше чем обычный какой-нибудь там галисонерис который на юбоках встречаются огромные деревья вот эти вот тут видно что у нее листья поменьше форма другая такие отличительные сортовые особенности ну и бонусом уже покажу пахисандру тоже неприхотливый тенелюбивый такой потеплый кровник родня самшита ежегодно цветет ну и даже начинает плодоносить как мне сказали достаточно редко у нее плоды бывают ну как обычно меня она порадовала плодами хоть и не и не похоже по строению на смешит но такие сочные как как смородина например вот такие вот вечно зеленые интересно есть неприхотливые кустарники по крайне мере для моей зоны на моих климатических и почемных условиях возможно вас какие то другие будут ну это уже вам пробовать своих условиях вот такой вот топ спасибо за внимание подписывайтесь